Так, второе видео, вторая часть урока. Теперь займемся спиной. Опять же вернемся к нашему референцию. Здесь спина наклонена, наверное, немножко больше, чем у нас, но это не важно. При переносе веса тела спина стремится отклониться, то есть она, конечно, все еще наклонена, но она стремится отклониться назад, как вы видите, снимает точно. Клонится назад и потом как бы возвращается в первоначально наклоненное положение. Если посмотреть, это все дело замедленно. Еще больше замедленно. То есть, как бы, получается, что при переносе веса тела таз стремится вперед, спина назад. Ну, конечно, опять же, это характерно для данной походки. Допустим, я видел походки, где спина наклонялась вперед чуток, но таз опять же стремился вперед. И потом все это возвращается назад. По спине такая волна проходит, так как у нас все за счет вращения. Там какой-то позвонок немножко так вращается, получается волнообразное движение. Оно очень малозаметное, но я считаю, важно было сделать вынимацию. Ну, конечно, его можно преувеличить и сделать более заметным. Так, начнем. Начнем с нового контроллера. Сделаем как раз таки отклон. Тут у меня немножко лишних ключей есть, я их удалю. То есть, вот, нога приняла вес. Отклоняем тело. Отклоняем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Тело идет вперед. Конечно, можно сильно, но тогда это получится слишком мультиарно. Хотя персонаж как бы подразумевает это. Теперь еще можно просто скопировать. Ну, и не скопировать ключ, а просто поставить ключ. Так, что я делаю? Так, ну, там, да, значение немножко отличается, но не сильно заметно. Вроде бы все нормально. Теперь я сделал, как бы, небольшое смещение ключей. То есть, как бы, вот, волну в подзвонке можно передавать. Не только, как бы, смещая на один ключ вперед. А, а также, как бы, просто руками, да, анимируя. Ну, блин, сложно объяснить. Допустим, вот, у нас здесь позвоночник идет назад, да. Вот эти вот части тела, они, как бы, чуть-чуть от него отстают. Да, вот чуть-чуть мы можем руками, вот здесь, как бы, санимировать. Вот. Ну, не так сильно. А дальше поставить ключ, как бы, и больше отклоны делать. Как бы, два метода такого, этакого оверлапа спины делать. В чем они отличаются? Если первый метод, когда мы просто расставили одинаковые ключи в одинаковых кадрах, и относительно друг к другу будем смещать, у нас получится такая каша в ключах, но он более быстрый. А второй метод мы можем добиться, допустим, у нас в каждом втором кадре ничего будет. То бишь, добиться, чтобы у нас было все чистенькое, но этот подольше. Я воспользуюсь первым методом, потому что мне просто лень. А вторым пользоваться. Так. Отлично. Еще один моментик. Я включу отображение... А, даже не дать это назвать. Просто сделаю это. Мне иногда не хватает слов, чтобы что-либо выразить. Сейчас объясню, зачем я это сделал. Чуть попозже. Когда сделаю. Вот. Начинаем смещать ключи. Как бы, ключи основного контроллера мы не трогаем. Нам это не надо. Мы смещаем ключи следующего и самого последнего. Вот мы сместили. Потом выделяем еще один ключ. А, еще один моментик. Я, наверное, все поясняю, конечно, и на некоторых деталях не останавливаюсь. Как смещать? Выделяем левой кнопкой мыши ключи и с шестом двигаем. Как бы, видите, у нас получается ползунок такой. Это, конечно, моя ошибка, что я... Не объяснил, как это делать. Так вот. Сейчас. Секундочку. Угу. Что-то нету я выдел. Не совсем. Что такое? Какой-то злой урок. Опять нет. А, вот. А, или нет, тот еще контроллер пронировал. Я молодец, блядь. Ну, косяк на косяки, как я уже говорил, косяк. Постоянно где-то ошибусь. Но это не страшно. Ладно. Чуть-чуть тут спину накладу. Чуть-чуть тут. Скопируем здесь ключи. Отлично. Все. Вот у нас все нормально. Теперь выделяем следующий ключ. А, вот здесь уже все сдвинуто. Отлично. Теперь выделяем этот. Здесь. И этот ключ затвикаем. Получается, что... А. У нас как бы все сдвинут на один ключ. Относительно вот этого. У этого четвертый. У этого пятый. Кстати говоря, почему у него здесь еще... А, у этого пятого. У этого... У этого шестой. Теперь. Так как у нас ключи сдвинуты, а в нулевых координатах ничего нет. Я специально включил пост-инфинити, при-инфинити, чтобы... Как бы кривая продолжалась. Если я просто поставлю ключ, то у меня здесь будут значения. Здесь тоже поставлю ключ. То же самое делаю. Ага. А здесь у меня... Тут надо поставить цикл. Ну, можно просто цикл. Хотя нет. Просто цикл. Не надо. Цикл оффсет. То бишь, с оффсетом. Что это значит? Если просто цикл, у меня как бы... От этого значения. От этого. Оно будет циклично повторяться. Но если у меня здесь будет поставлен ключ, Видите, как бы оффсет не происходит. У меня цикл продолжается вот отсюда. Прерывается. А здесь как бы цикл учитывает смещение. Да. Наверное, это как-то сложно объясним. Аааа, да. Сейчас немножко замерзать в конце нового. Вот. Теперь не забудем сохраниться, естественно. Наверное, кстати говоря, рано начал делать такое. Эверлапинг без спины. Потому что я еще не все проанимировал. Ну ладно. Теперь немножко займемся вращением спины по оси ЗА. Опять же вернемся к нашему референсу. Здесь применен у нас веса на ногу. Таз у нас повернут так. А плечи у нас плечевой пояс повернут. Вот так. У нас... Ну это у нас плечевой пояс, у нас, скажем так, бедра. Они у нас повернуты относительно друг друга. Опять же приблиносит вес на другую ногу. А здесь то же самое. Начнем, конечно же, с нового контроллера. Ага. У меня здесь уже есть небольшой поворот. Немножко проанализируем видео референс. Плечи у нас наклоняются максимально примерно во второй фазе. А в третьей уже как бы выравниваются. То есть, вот у нас, грубо говоря, вторая фаза. Вот у нас третья. То есть плечи уже почти ровно стоят. Можешь сказать, даже в первой фазе они... Во второй они все продолжают движения. Опять же, за движениями плеч. Со всем этим можно что-то утрировать. Что-то... На что-то просто сбивать. Просто здесь, если посмотреть, то плечи как бы уже выходят на свою максимальную позицию на первой фазе. А я, например, в анимации сделаю, что они выйдут во второй фазе на максимальную позицию. И как бы немножко в ней зависнут. Он при каждом движении как бы будет покачиваться из стороны в сторону. Своей массивной грудной клеткой. Надеюсь, я уложу эти четыре видео. А иначе придется опять... Не спать по ночам. И, наверное, даже здесь побольше. Ага. Черт. Ага. Черт. Иначе... Черт. Да, зря спиня оверлайпинг летела, приведевременно. Теперь куча лишних ключей в таймлайне. Вот, у нас тут такой покачивания, ну покачивания в печь пока нет, недалеко. Теперь сделаем небольшую задержку. Так, что за фигня, чертай. Вторая фаза, наверное, в третьей фазе куда идут до максимума. Здесь сатируются. Так, как у нас все сделано. Это у нас вторая фаза. Вот. Третья. Конечно же, опять же, можно вот здесь ключи просто удалить. и сделать горбик, чтобы не ставить легкие ключи. А можно не делать так. Тут то же самое. Ну и, в принципе, можно играться там с ключами дальше. Вставлять разные значения. Так. Секундочку. Посмотрю все это дело с по уму. Какая-то задержка есть небольшая. А. Вот. Ну и прорабатывать все это движение буду немного попозже. Дабы не положить ключ. Здесь, в принципе, у нас вращение есть. Учили девых ключей, которые следует убрать. Тут я пока ничего трогать не буду. Просто уберу. У меня тип клевый на спайну. Все. Сначала я проработаю, как бы, ну, все тело и только потом вернусь и уже буду спину дорабатывать, когда руки как надо будут двигаться. Вот. Голова и так далее. Кстати, голова тоже участвует в волне, которую делает спина. Ну, к сожалению, забыла его проанимировать, но это не страшно. Вот. Вроде бы руки у нас двигаются. Хм. Теперь вернемся теперь в конференцию. Посмотрим, как у нас руки двигаются. рука двигается у нас в такой небольшой дуге если смотреть отсюда максимального размаха она по крайней мере на этом видео достигает в момент первой фазы и на второй фазе уже идет назад у нас небольшая дуга руки чтобы более было понятно то есть рука когда идет вперед она чуть отклоняется от тела потом назад то есть я даже неправильно немножко сказал о, неправильно когда вес тела на этой ноге рука как бы чуть-чуть отклоняется от тела наоборот идет все лично я забываю как руки двигаются рука у нас будет чуть-чуть развернута опять же если смотреть на видео референс руки у нас когда идут вперед развернуты когда назад чуть-чуть поворачиваются но не сильно естественно видите у нас рука повернулась если обратить внимание то у нас рука как бы ближе в эту сторону как впереди опять же люди ходят по-разному это не следует считать талоном и здесь наоборот в эту сторону и руки ходят по дуге то есть извиняюсь за тормоза видео рука идет вперед она идет по одной дуге по внешней здесь описывают идет назад по внутренней то есть вес тела на этой ноге и рука как бы идет к телу а когда рука идет вперед она идет как бы от тела и ну а тела идет по дуге потому что она хотя нет немножко вру она идет сначала к телу потом от тела немножко и шоном назад ну конечно да там непростая дуга там сложная такая дуга но я немножко упрощу она у меня будет идти вот здесь наверное ближе к телу опять же зачем все усложнять а когда вперед будет от тела идти ну но начну я анимацию руки все таки с плеч у нас плечо там немножко приподнято будет но максимально оно будет приподнято когда как бы рука пойдет назад и максимально опущено когда тянется где-то вперед то есть как бы у нас плечо будет взлетать и падать взлетать и падать соответственно с ним соответственно вместе с ним идет рука так вскрою не могу понять неужели у меня позиции тела отличаются а ну да я руку немного изменил что у нас получается вес переносится рука взлетает потом вес на этой ноге и рука как бы падает вниз ну можно не так сильно конечно и добавим чуть-чуть движения плечом вперед назад вот здесь наверное опять же я могу допустим максимальное движение плечом вперед сделать здесь как бы сделать небольшой верлап такой плечом но не вижу в этом необходимости ну вот у нас плечо задерживается ну если это потребуется для создания какого или иного эффекта анимации пока что просто копирую отсюда значение ставлю сюда убираем минус вот у нас плечи пожалуйста плечо как бы входит вперед назад руку я еще не анимировал может быть да оно слишком сильно входит вперед назад можем тогда очень просто как бы отскалировать это все выделяем ключи наши нажимаем кнопочку R и средней кнопкой мыши просто делаем вот так и теперь у нас так что за тормоз отлично сохранимся на всякий случай а ну это уже наверное не блокинг хотя не пускай блокинг скопируем ключи с одного плеча на другой хотя больше просто да скорее скопируем можно все ключи выделить скопировать но там немного другие значения нам нужны оно тогда будет двигаться идентично этому ключу а нам надо чтобы было наоборот здесь можно сделать вот так смешно и забавно я просто скопировал и перевернул число здесь то же самое что-то мне не нравится движение таза не таза точнее а сила так вот здесь сделаю опять же напоминаю скалировать выбираем наши ключи правой кнопкой точнее клавишуэр жмем масштабирование среднюю кнопку мыши и все отлично заговорился отличненько вот и наверное я сразу сделаю чтобы у нас было раскачивание побольше главное не переборщить опять же я не буду стараться от анимации анимации добиться ну такой офигенный красивый просто показывает основные принципы и момент крайне для того как я подхожу к анимации возможно я неправильно подхожу если неправильно то с удовольствием подслушаю критику в свой адрес дабы не учить всякой фигне людей пока пока еще это выглядит очень топорно все впереди оверлаппинг я по большей части буду давать локтям конечно да можно делать оверлап чаями руками но я не хочу а забыл точнее момент наверное напишу в описании как я допустим сдвигаю ключи я забираю shift и среднюю кнопку к сожалению я вначале упустил этот момент извинен сказать поэтому я скорее все напишу так здесь уберу это все лишнее поминать меняют моменты и чуть-чуть чуть-чуть отодвину руку назад потому что опять же если мы обратимся к нашему чудо референцию я ошибся опять забыл руки при движении сейчас один момент хочу уточнить а я был не прав точнее я забыл руки при движении вперед выходят чуть дальше чем при движении назад вот вот обычная походка обратите внимание рука который вперед движется больше сзади движется меньше она меньше в принципе конечно же этим можно опять же пренебречь или наоборот сделать наоборот потому что некоторые люди наоборот двигают руками но опять же так наверное большинство людей делает на улице посмотреть но не все перекодимся я так более-менее пытаюсь сделать стартную походку как бы глупо это не звучало потому что походок не бывает ой жось какой робот идет забавно это все выглядит пока не доделано ахахах 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 немножко наверное сделаю поменьше и чуть-чуть убавлю движение вверх-вниз и чуть-чуть вверх-вниз ахахахах вот так страх все выглядит очень очень сделаю задержку кисти так что у нас со временем все нормально естественно тут же оверлапинг руки потом можно нарабатывать вот какой страх какой ужас все так все все так все с нравится как ходит сделаю движение по меньше с ним Теперь займемся положением руки, точнее вращением пояса. Мне нравится положение, которое здесь понимает рука. Можно, конечно, попытаться копировать с видеореференса, как рука двигается, но немаловажно читать тот момент, что рука имеет свойство проваливаться в мыши и приходится немножко привирать, когда подправляю в положение. Чуть-чуть совсем привирать. Я, наверное, больше здесь наклоню корпус. Не совсем больше, еще больше. Теперь будет норм. Теперь можно чуть-чуть руку приехать к себе. Уберу ключ. Слишком сильно. Надо я сделаю вот так, чтобы он в этой фазе шел от в этой фазе шел отверстия. Здесь чуть-чуть побольше. Единственное, надо сделать движение плечом вверх и вниз меньше, по той причине, что сейчас создается ощущение, что он выдирает руку. Что специально не дергает. Это ненужное движение, на мой взгляд. Ну, тоже лучше. Чуть-чуть, конечно, еще чересчур сильно двигает плечами. Должно быть более естественно, если, конечно, бы он, не знаю, мне было целью сделать походку, где он специально двигает плечами, дабы кого-то напугать, я бы так и сделал. Ну, здесь не такая походка. Все равно есть ощущение, кто... Ну, вот так вот можно, конечно, долго работать с руками, с ногами, все это дело. Вот, два часа я точно не уложусь. Подбирать. Почему так рукой тихо надо? Так, секундочку. Продолжение следует... Продолжение следует...